Лаврик Нарикаев и Сила Абихар после окончания средней школы поступил в Схимвальский многопрофильный колледж, 10 месяцев проучившись на электрика и ещё столько же на автомеханика. Сегодня Нарикаев имеет два среднепрофессиональных образования, продолжает деятельность в колледже, но уже не в качестве студента, а сотрудника. Схимвальский многопрофильный колледж на протяжении многих лет выпускает специалистов в рабочих профессиях, необходимых и востребованных. Приём документов на новый учебный год в учебном заведении продлится до конца августа. Абитурентам здесь предлагают направления по специальностям строительства и эксплуатации зданий и сооружений, агрономия, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, портной, оператор информационных систем и ресурсов, изготовитель художественных изделий из дерева, электромонтажник, повар-кондитер. Это обучение производится по новым стандартам и год обучения, срок обучения сократился. То есть если два года раньше учились на каких-то отделениях, то эти два года у нас перешли на один год обучения. Это очень хорошо для тех абитурентов, которые дальше всё-таки хотят ещё получать и высшее образование. Мы старались в этом году работать и по профориентационной работе с девятыми классами, с десятыми классами. И большее количество студентов у нас будут после девятого класса. Их на сегодня 17. На сегодня, после одного месяца работы с лишним, одного месяца с лишним, у нас 65 пока студентов. Это очень мало. Приёмная комиссия, продолжая свою работу с 1 августа по 31 августа и далее, дальше, наверное, на свободные вакантные места мы будем всё-таки объявлять набор до 25 октября. На протяжении многих лет наиболее востребованы специальности повар-кондитер, швея, мастер строительных отделочных работ, автомеханик. Несмотря на превалирующую роль компьютерных технологий, рабочие профессии в любом случае высоко ценятся и востребованы на рынке труда. Я понимаю, что все хотят получить аттестат о среднем образовании, но участь в нашем колледже, дети, их дети, ещё получат какую-то профессию, какую-то специальность. И какое бы высшее образование у них ни было, дай Бог, чтобы у них всё получалось по жизни, всегда, всегда человек, который имеет в руках какую-то среднюю профессиональную, какую-то среднюю специальность профессиональную, всегда более твёрдо стоит на ногах. Поэтому будем рады всем, принимаем всех. У нас предусматривается стипендия и также президентская стипендия. Обучение проходит с 9 до 4 часов, предусматривается обед. Тихо, спокойно, дружно учатся, и у нас атмосфера очень благополучная. Специалисты профессиональные, они все с высшим образованием, профильным образованием. Большой интерес к рабочим профессиям в контексте получения второго образования проявляют взрослые поколения. Но так как большинство при этом в часы обучения занято на той или иной работе, посещение секции ими не представляется возможным. В связи с этим руководство колледжа собирается предусмотреть вечернюю смену. По уставу мы имеем право рассматривать и такое направление. Мы об этом уже говорили, мы ставим вопрос и все-таки надеемся, что в будущем, даже если не в этом году, в будущем, все-таки вечернее обучение тоже хотя бы для таких отделений, как портные, куда очень сильно хотят женщины в таком более, после 30 лет, скажем так, прийти учиться, научиться АЗАМ. Также у нас идут, просятся в отделение повар-кондитер. Схембальский многопрофильный колледж оснащен современной материально-технической базой. Здесь работают профессиональные преподаватели как по общеобразовательным предметам, так и по специальностям узкого направления. Таким образом, для получения качественного среднеспециального образования учебное заведение располагает всем необходимым.